Добрый день! Продолжаем тему 96-98 года в Армении. Как известно, специальная следственная служба начала сбор фактов для возбуждения уголовного дела по письму Вагана Ширханяна относительно выборов 98-го года. Вагана Ширханян утверждает, что Роберт Кочарян стал президентом благодаря фальсификациям и использованию административного ресурса. Но я хочу напомнить, что Государственный департамент США выступил с отчетом относительно президентских выборов в Армении 96-го года, в котором указывалось, что выборы не соответствовали демократическим стандартам, нарушалась свобода слова. Главная оппозиционная партия того времени, партия Дашнак Сутьюн, была под запретом, а ее лидеры были под арестом. Телевизионное время предоставлялось кандидатам неравномерно. В ходе голосования имелись много нарушений, всыпаний в урны, подтасовка голосов, давление на журналистов, на членов избирательных комиссий и так далее. Возникает совершенно естественный вопрос, почему специальная следственная служба возбуждает уголовное дело на основании письма политического скелета, маргинальной фигуры, одиознейшего проходимца, но не вспоминает о том, что Государственный департамент США напрямую указывал на массовые нарушения в ходе выборов, которые состоялись на два года раньше, двумя годами ранее. Получается, что подход очень избирательный к этим всем происходящим событиям тогда. Но рано или поздно выборы 1998 года, если специальная служба будет там копать, приведут к 1996 году. И вот тогда нынешней бархатной администрации придется очень и очень не сладко. Посмотрим, как будут развиваться события дальше. Продолжение следует...